Как я и обещал в прошедшую субботу, сегодня мы расскажем историю приключившуюся с одной из уфимских компаний, а именно компанию «Уфимский хлеб». Расскажем о тех проблемах, которые произошли у этой компании и продолжаются до сих пор по вине правоохранителей, по вине обстоятельств. Ну и попытаемся разобраться вообще, является ли эта история системной, насколько подобные варианты развития событий грозят многим и многим другим компаниям и бизнесменам. И вообще поговорим о безопасности частного, малого, среднего и даже большого бизнеса в Уфе, в Башкирии, потому что в последнее время об этом много говорится с самых высоких трибун. Самые высокие чиновники призывают охранять, сохранять, преумножать и способствуют всячески бизнесу, но на словах это звучит так, а вот на деле зачастую случается иначе. Для того, чтобы понять суть проблемы, надо немножко уйти в прошлое, понять, о чем идет речь, о ком мы говорим, и тогда мы попытаемся понять суть того, что происходит сейчас. Много-много лет назад, 10, если не больше лет назад, Алексей Крутов, уфимский бизнесмен, выкупил полуразрушенные активы уфимского хлебного производства и начал развивать производство хлебобулочных изделий в Уфе, вокруг Уфы, впоследствии в других городах Башкирии. На сегодня компания, группа компаний «Уфимский хлеб» является лидером в производстве хлебобулочных изделий в регионе «Восход», все видели эти фургончики, которые ездят по городу Уфе и по республике. Так или иначе, Алексей Крутов и его компания «Уфимский хлеб», лидер в поставках хлебобулочных изделий, занимают подавляющую позицию на этом рынке и достаточно успешно развиваются. Естественно, оборот компании составляет миллиардные цифры, это неудивительно. За 10 лет человек пришел к таким определенным результатам, на мой взгляд, достаточно высоким. Больше года назад, если быть точным, то 17 января 2018 года Алексей Крутов обратился в правительство Республики Башкортостан с просьбой рассмотреть возможность предоставления ему на возмездных естественных условиях территории для устройства логистического центра. Где-то в районе Зеленой Рощи определенный ареал был очерчен. Речь шла о том, что в связи с тем, что компания развивается и поставки все усложняются, необходим вот этот логистический центр по перевалке, по временному складированию сырья, готовых изделий, техники и так далее. Надо сказать, что правительство достаточно отзывчиво среагировало на просьбу этого крупного и стратегического бизнесмена. Уже в ближайшие дни после его обращения документ пошел по инстанциям и оказался в Министерстве земельных и имущественных отношений. Дальше началась с ним работа. Я объясню ситуацию с тем объектом, который, условно говоря, приглянулся Алексею Крутову. На улице Софьи Перовской стояла база. База была в ужасном состоянии. На момент, когда на нее обратил внимание господин Крутов, база вообще разрушалась. На нее произошло обрушение кровли и там чуть не убило рабочего. В общем, конечно, все это выглядело очень плачевно. Единственное, что категорически привлекало бизнесмена Крутова, это ее географическое положение. Ну, разузнав, что да как, выяснилось, что база принадлежит Уфинскому оперному театру и используется для складирования, хранения декораций всевозможного имущества, которые находятся в оперативном управлении использования театром. Там крупногабаритные декорации, декорации вышедших из репертуара спектаклей, либо декорации на хранение и так далее. В том числе, конечно, там было и производство этих декораций, но база, конечно, пришла в упадок. У театра денег на ремонт не было. И первоначальная идея была у Алексея Крутова, условно говоря, купить эту базу. Однако впоследствии, в процессе обсуждения в Министерстве земельных и имущественных отношений, в процессе обсуждения с Министерством культуры и непосредственно с администрацией театра выяснилось, что о продаже речь идти не может. И так как эта база, являясь государственной собственностью, находилась в оперативном управлении театра, то закон позволяет произвести только обмен. Дальше началось интересное. Крутов ищет варианты по всему городу, ну, с учетом, естественно, пожеланий театра, где должна находиться база, на каком удалении, какие параметры и так далее, и так далее. И его задачей становится обмен этой базы одну на другую. В итоге пришли к варианту, что Алексей Крутов ищет и предлагает варианты обмена базы на базу. И в случае, если это все устроит, в первую очередь сам оперный театр по параметрам и географическому положению, они, условно говоря, меняются этими объектами. Достаточно необычная история для земельных отношений. В конечном итоге Алексей находит подходящую базу, я бы даже сказал, что более подходящую, на Уфимском шоссе. База площадью земли в один гектар, 6 тысяч квадратных метров помещений. Помещения в идеальном состоянии, офисы, крупные помещения для производства хранения и так далее, и так далее. И даже действующие на территории базы магазин с арендаторами. Осмотрев базу, администрация театра пришла в восторг. Все их устраивало. Ну, естественно, слегка начали подрастать аппетиты. В процессе обсуждения с МИЗИО, Министерством культуры, театром, бизнесменом Крутовым и его представителями-юристами возникли еще пожелания о том о сём. Оперный театр попросил купить им автомобиль для перевозки декораций, сославшись на бедственное положение и отсутствие вообще транспорта даже для перевозки вот этих вот декораций с одной базы на другую. Крутов соглашается и на это, дарит, покупает новый автомобиль, газон для перевозки этих декораций, вообще использование в оперенном театре. В общем, все счастливы и довольны. Это внешняя сторона вопроса. Внутренний процесс, конечно, был сильно сложнее, потому что статус собственности у этой базы, которую получил в конечном итоге Алексей Крутов, прямо скажем, очень непростой. Это государственная собственность, находящаяся в оперативном управлении, Министерство культуры, которое, в свою очередь, передает в управление и пользование этот участок и эти строения непосредственно самому театру. В общем, все запутано и сложно. Участников процесса здесь было много. И каждый из этих участников, естественно, излагал свои сомнения, подозрения и критическую оценку этой сделки. Сделаны были все возможные экспертизы, оценки, даны юридические основания для вот этой обмены одного участка на другой. Было объяснено, почему оперный театр не может просто продать базу и купить, скажем себе, что-то другое. Более того, Федеральная антимонопольная служба на запрос Крутова о том, что хотелось бы получить оценку законности вот этой ситуации, дала ответ, что в случае улучшения имущественного положения государственного органа или государственного собственника, а в данном случае очевидно было, что оперный театр получает лучший объект, чем имел до этого, экспертиза Федеральной антимонопольной службы не требуется. Казалось бы, аллилуйя, все счастливы и довольны. Оперный театр получает работоспособную базу для хранения своего имущества, его ремонта и создания декораций. Оперному театру не нужны дополнительные деньги на капитальный ремонт базы. Бизнесмен Крутов получает удобную, географически правильно расположенную точку для его логистической базы и развития бизнеса. И все пошло-поехало. Но надо отметить, что сделка эта тянулась достаточно долго. Более 10 месяцев шли переговоры и все вот эти юридические аспекты. И за это время финансовое положение компании «Уфимский хлеб» несколько изменилось под воздействием и внешних факторов, и некоторых внутренних процессов. Крутов приобрел нефтекамский хлебокомбинат, на котором дела оказались не так замечательны, как предполагалось изначально. Предыдущий собственник Назмиев и Сбербанк поставили Крутова в достаточно сложное финансовое положение. Он, если не потерял, то вложил надолго и с неопределенным периодом возврата около 80 миллионов в этот нефтекамский объект, хотя не рассчитывал это делать. И еще дополнительные затраты понес. В целом, конечно, ситуация изменилась в компании. И вот этот логистический центр, который планировалось устроить на Софье Перовской, несколько потерял объективность. Более того, зашла речь о том, что компании срочно требуются денежные средства, и было принято решение избавляться от каких-то активов, от которых можно избавляться, извлекая быстро и эффективно достаточную сумму денег. Выбор пал на вот этот приобретенный участок земли с разрушенной базой. Было решено отказаться от этой идеи. Кроме того, выяснились некие обстоятельства, которых не было до этого. Во-первых, наличие красной линии, что осложняло устройство предприятия на этой территории. Во-вторых, на задворках участка обнаружился достаточно крупный карст, который тоже препятствовал некоторым процессам. В общем, решено участок было продать. Покупателями подобной земли в городе, конечно же, являются исключительно строители, потому что мало желающих у нас производить промышленное предприятие, создавать промышленное предприятие в черте города. Мало вообще, кто у нас занимается промышленностью, производством. Соответственно, выбор покупателей не велик. Естественно, покупателем этого земельного участка стали строители. И в данном случае покупателем заявился господин Мансуров и его СУ-10. Условием покупки-продажи участка стало перевод статуса земли из использования под промышленное производство в использование под гражданское строительство. И это абсолютно понятно, потому что господину Мансурову категорически не нужен участок с разрешением использования только под промышленное производство. Что, собственно, и было сделано в момент продажи. Именно был изменен статус этого участка. Естественно, там изменилась кадастровая стоимость. Ну, а о кадастровой стоимости мы поговорим несколько позже. Что происходит дальше? Так или иначе, Мансуров начинает рассчитываться с Крутовым. Кстати говоря, он до сих пор еще не рассчитался за этот участок. И в этот момент практически сразу или через некоторое время внезапно на всю эту кампанию обрушивается обвинение в... Собственно, в чем обвинение? Обвинение в спекуляции, наверное, да? Внезапно прокуратура обвиняет господина Крутова в том, что он продал участок несколько дороже, чем он его приобрел, извлек из этого прибыль, а государство могло бы само извлечь эту прибыль, и теперь Крутова обвиняют в том, что он нанес ущерб государству. Вот, собственно, конец истории на данный момент. Этот процесс все еще продолжается. Я имею в виду, обвинения сейчас звучат, решений никакого нет, еще идут судебные разбирательства и прочие вещи. И вот с этого момента мы начинаем отматывать пленку назад и начнем анализировать, что же на самом деле происходило, в чем обвиняют Крутова и насколько объективны эти обвинения. Прокуратура выдвигает обвинения в нанесении ущерба государству в процессе этой перепродажи. Услужливые СМИ начинают печатать замечательные статейки на тему, как ужасно устроено все в земельном обороте, и как злодей Крутов обманул государство, купив базу за три копейки, а продав ее за 245 миллионов рублей, и так далее, и так далее. Вся эта история обрастает какими-то байками, какими-то чудовищными, вымышленными подробностями. Все это курсирует в СМИ, в интернете и так далее, и так далее. Давайте попробуем разобраться, собственно, в чем и на каком основании обвиняют Крутого Министерства земельных и имущественных отношений, театр и всех прочих в этой ситуации. Посмотрим, насколько объективно СМИ преподносят эту картину и попытаемся сделать какие-то выводы, попробуем оценить ситуацию с другой стороны. Начнем прямо по пунктам. Первое. Тезис, который так красиво же выписал Рамиль Рахматов в одной из своих статей о том, что Крутов практически бесплатно приобрел базу на Софье Перовской и за какие-то немыслимые деньги перепродал землю и базу господину Мансурову, СУ-10, и там теперь злодейским образом строится дорогостоящее жилье. Да, Крутов приобрел сам земельный участок под этой базой за 22 миллиона рублей и воспользовался возможностью, законной возможностью на основании нормативных актов государства о том, что земля под этим объектом может быть приобретена со скидкой 50%. Было бы странно, если бы бизнесмен Крутов написал заявление в Министерстве земельных и имущественных отношений о том, что он отказывается от скидки в 50%. Ну, представьте, вы приходите в магазин, видите пылесос, продающийся со скидкой 50%, и говорите, нет, я заплачу полную сумму, полную стоимость к вязчему изумлению продавцов. Ну, это вопрос абсолютно необсуждаемый в том смысле, что на данный момент эта норма до сих пор действует. Господин Полставалов также использовал эту схему в 50% скидки для собственников объектов. Это обычное явление, говорить тут на самом деле не о чем. Но ведь Рахматов и обсуждающие эту всю историю почему-то умалчивают о том, что Крутов поменялся базами и затратил большие заемные средства на покупку базы на Уфимском шоссе. Та база существенно дороже и лучше, чем база, которую получил Крутов. И я уже говорил о том, что база на Софьи Перовской его интересовала исключительно из географических соображений. Крутов не собирался там изготавливать хлеб, он собирался там устроить логистический центр. Более того, Крутов не собирался там ничего строить, потому что он так и не переводил статус земли до последнего, пока не было принято решение о продаже этой земли строителям. Затраты Крутова на приобретение базы на Уфимском шоссе были весьма существенны. Напомню, 6 тысяч квадратных метров помещений, гектар земли в собственности, которую он тоже передал, кстати говоря, оперному театру, и оперный театр вовсе не менял статус земли, там и собственность земли. Погрузчик, который подарил просто так из рук руки Крутов театру, и тот самый автомобиль «Газон», который новый и большой красивый автомобиль для перевозки этих декораций. Все это затраты, и это вовсе не 22 миллиона, а это плюс к 22 миллионам, которые Крутов истратил на покупку земли под той базой на Софье Перовской. В общем, здесь, конечно, наши СМИ и те, кто трактует эту ситуацию, прямо скажем, весьма соврамше. Теперь немного о формальной стороне сделки и названиях, которые фигурируют в статьях и в обвинении прокуратуры и так далее. Компания, которая менялась базами, условно говоря, с оперным театром, и на которую был оформлен вот этот объект, называется «Уфа Инвест». Она входит в группу компаний «Уфимский хлеб», и в частности тот же Рамиль Рахматов пишет в своей статье, что это компания-прокладка, которая никакого отношения не имеет к уфимскому хлебу, к производству хлеба и так далее. Вот эта история категорическая неправда. Я разобрался, посмотрел документы, посмотрел активы этой компании. Именно компания «Уфа Инвест» является держателем всех крупных хлебных активов, хлебных в прямом смысле слова, активов производства, имущества, собственности, которые есть у группы компаний «Уфимский хлеб». Свыше 70% объектов недвижимости, которые входят в этот холдинг, зарегистрированы на компании «Уфа Инвест». Это не прокладка, это не десятитысячная «Уошечка». Это та самая основная компания, на которой записаны все активы Алексея Крутого. И это говорит о том, что он не собирался проводить какой-то сомнительный процесс, какую-то операцию, как обычно, на «Уошечку» повесили, перепродали, разбежались, избежали ответственности и так далее. Это не так. Тут, конечно, Арамиль существенно ошибся. Я думаю, что не намеренно, просто недостаточной информации или компетенции не хватило. Надо ли говорить о том, что обвинять Алексея Крутого, бизнесмена с достаточно серьезной, крепкой репутацией и очень большими активами и оборотами в том, что он вдруг внезапно занялся какими-то мелкими спекуляциями землей, землей, в том смысле, что мы уже понимаем, что вот эти 245 миллионов, которые якобы получил Крутов от этой сделки, это вовсе не вся прибыль и даже совсем не прибыль, а всего лишь сумма, покрывающая затраты на всю вот эту неудавшуюся сделку. Подозревать человека с миллиардными оборотами на хлебном бизнесе в вот этой мелкой спекуляции, поменьше мили глупо, подозревать опытного бизнесмена в том, что он будет вовлекать в эту эмпирическую спекуляцию самый главный свой актив, самую главную свою фирму, подставляя ее под удар, тоже, наверное, неразумно. Здесь Рамиль и прочие СМИ тоже погорячились и, пожалуй, что не подумали о логике вот этого процесса. В целом, конечно, например, я расцениваю эту ситуацию как неудавшуюся сделку, которая повлекла за собой огромное количество неприятностей и, по сути, финансовых потерь для компании «Уфимский хлеб», а вовсе не спекуляцию с перепродажей земли. Теперь, собственно, о самой, как бы, спекуляции. Вот это главная центральная сумма, 245 миллионов рублей, которая звучит как обвинение в перепродаже вот этого участка земли. Собственно, из чего она складывалась и как обстояло дело? Начнем с того, что деньги не выплачены до сих пор, по крайней мере, в полной мере. Ни Мансуров как покупатель, ни Крутов, договариваясь о передаче этой земли Мансурову, вовсе не говорили о том, что Мансуров платит чистыми живыми деньгами. В ход пошли векселя, обязательство произвести некоторые работы на иных объектах. Компания «Уфимский хлеб» имеется в виду строительно-ремонтные работы на разных объектах, которые, кстати говоря, до сих пор не произведены. В целом, конечно, Крутов далеко как не получил все вот эти 245 миллионов, и на самом деле обвинять его в подобной спекуляции, опять же, глупо. Ну, оставим на совести господина Мансурова порядок и дисциплину в расчетах со своими партнерами и контрагентами. Это, в конце концов, дело самого Крутова и Мансурова. Поговорим, действительно, немножко о Мансурове. Еще один аспект, который является как бы обвинением в этой ситуации, это то, что когда земля была переведена в статус, пригодный для строительства, естественно, выросла ее кадастровая стоимость, и она была обозначена на уровне 540 миллионов рублей. Напомню, Крутов до последнего не менял статус земли, и только поняв, что он будет вынужден продать эту землю Мансурову, по требованию, естественно, покупателя, он в последний момент, прямо перед продажей, переводит статус земли из земли промышленного использования в земли гражданского строительства. В этот момент кадастровая стоимость увеличивается до 540 миллионов рублей. Ну, таков механизм. Впоследствии Мансуров, обращаю внимание, не Крутов, обращаются в суд, приводят доводы и получают решение суда о том, что кадастровая стоимость снижается до 94 миллионов рублей. На самом деле это более похоже на реальную сумму стоимости земли в этом районе, потому что 540 миллионов – это, конечно, какая-то заоблачная цифра, но я не обсуждаю механизм. Я говорю о том, что решение о снижении кадастровой стоимости было принято судом. И возмущение Рамиля Рахматова о том, что вот это произошло, по меньшей мере, должно быть адресовано не Крутову, естественно, и даже не Мансурову, а возмущаться нужно решением суда, которое на минуточку имеет силу закона. Так вот, хотелось бы отдельно отметить, что снижение кадастровой стоимости в реальности не имеет никакого отношения к Алексею Крутову. На этот момент он уже не был собственником земли. Вот, собственно, все аспекты, которые есть вокруг этой истории. Наверное, нужно смотреть на эту историю со всех сторон и понимать, что обстоятельства не так просты и примитивны, как кажется, или как хотелось бы некоторым участникам обсуждения и участникам этого процесса. Я полагаю, что прокуратура относится к этой ситуации исключительно предвзято и занимается поиском ведьм. Более того, сущность процесса, который мы рассматриваем, она проста, как апельсин. Человек приобретает что-то на абсолютно законных основаниях, причем приобретает у государства. Пройдя все круги ада вот этих экспертиз, оценок и всевозможных процессов, которые он делает зачастую за свои деньги. В частности, Крутов и его компания произвели все необходимые манипуляции, связанные с межеваниями участков, всевозможными размежеваниями участков, и так далее, и так далее. В целом, обвинение звучит достаточно странно. Человек приобретает, потом продает на правах собственника. И в этот момент его обвиняют, что государство, оказывается, могло бы получить большую сумму. То есть, купив и продав, в итоге человек попадает в категорию чуть ли не преступников, по крайней мере, человека, нанесшего существенный ущерб государству. Но почему тогда государство не сделало то же самое? Почему государство не продало Мансурову эту базу? А нельзя было продавать, потому что нужно было обменивать. Само же государство запретило продажу и так далее. Почему государство не задумалось об обмене одной базы на другую, то есть, вот эту обветшавшую, с провалившейся крышей базу, забрать, дать театру замечательную базу, какую-нибудь где-нибудь, а эту базу продать Мансурову или еще кому-нибудь? Почему государство этим не занялось? Потому что оно не умеет этого делать. Более того, оно и не собиралось этого делать. А вот теперь государство пристально присмотрелось к процессам, которые происходят уже без его участия. Причем процессы происходят абсолютно в правовом поле. Человек, компания продает то, что ему принадлежит на данный момент. Продает по той цене, по которой у него согласны купить. На тех условиях, на которых они договорились. Тут приходит государство и говорит, стоп, минуточку. Что это вы тут делаете? Прибыль извлекаете или что? Это моя прибыль. Я бы могла, я не знаю, государственно-женского или мужского рода, извлечь эту прибыль для себя. И начинаются обвинения. Но это вот чисто философский подход к моменту. То есть, если бы, например, Крутов завладел базой незаконно, его бы действительно было в чем обвинять. Если бы Крутов, не знаю, там, обворовал кого-то или там, каким-то образом перевел на себя эти активы, да, было бы чем обвинять. Но Крутов абсолютно законно приобрел ее довольно сложным путем. Тем путем, который ему диктовало государство. Он бы, наверное, с удовольствием просто за деньги купил этот участок. Нет. Он бегал по всему городу в поисках подходящего предмета для обмена. Потом производил оценки всякие, переоценки, межевания и прочее. И только потом получил этот участок. Ну, в целом, в общем, все это очень печально в том смысле, что характеризует наше государство как силу, разрушающую бизнес и коммерцию. А вовсе не способствующую развитию малого, среднего и крупного предпринимательства. Как это говорится с высоких трибун. Как об этом говорят все, кому не лень, из чиновников и даже правоохранителей. Кроме всего прочего, хотелось бы обратить внимание, что компания «Уфимский хлеб» – это не просто какая-то сервисная компания, которая может существовать, а может не существовать в Уфе и в республике. По большому счету, от этой компании зависит продуктовая безопасность в регионе, без всяких преувеличений. И, соответственно, наверное, прежде чем пытаться предпринимать подобные разрушительные действия со стороны прокуратуры и прочих правоохранительных органов, стоило бы, наверное, озаботиться осмыслением более подробным и более глубоким этой ситуации, а не кидаться, как некоторые некомпетентные журналисты, на эту тему, чтобы только попиариться. Я бы не хотел предполагать, что в корне вот этого пристального и, на мой взгляд, предвзятого интереса со стороны прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы теперь и некоторых других правоохранительных органов лежит какая-нибудь корысть, попытка вымогательства и так далее. Я немного знаком с Алексеем Крутовым и понимаю, что этот человек никогда не давал взятки и давать их не будет. Он будет до конца защищать свои активы и в процессе разбирательства, если таковое будет продолжаться и случиться дальше, конечно, всплывут многие неприятные аспекты, которые происходили. Ну и в конце обсуждения этого вопроса хотелось бы сказать, что прокуратура заняла вот эту неконструктивную позицию, как мне представляется, не совсем по доброй воле. Существуют еще и какие-то темные силы, как бы это ни звучало абсурдно и странно, эти темные силы сидят у нас в Белом доме. Я уже знаю о том, что некоторые крупные фигуры в Белом доме причастны к этому наезду. Пока не знаю, является ли это каким-то заказом, каким-то рейдерством или сведением счетов. Но, как ни странно, это те же люди, те же фамилии, которые фигурируют в некоторых других громких делах, тоже экономического характера. И складывается впечатление, что в ближайшем окружении Хабирова существует некая рейдерская группа, которая, как голодные волки, рыщет по бизнес-пространству республики в поисках того, чтобы урвать, чтобы откусить, чтобы отжать. Видимо, в попытке компенсировать те голодные годы, которые они провели в полуподполье в Уфе и в отчаянии в Красногорске. Завершая эту историю, я выскажу классические надежды и предположения. Конечно, я надеюсь на то, что история эта закончится благополучно, что во всем этом разберутся, как у нас принято говорить в России, что невиновных не накажут, а виновные понесут наказание, что злые волки из Белого дома отстанут от башкирского бизнеса, что в Башкирии наконец сложится благоприятная инвестиционная обстановка и климат, потому что за всеми этими историями пристально наблюдают и московские инвесторы, и иностранные инвесторы. Все наши бизнесмены и крупные и средние имеют связи, контакты и во внешнем мире. Конечно, такая информация не может не кидать очень серьезную тень на инвестиционный климат в Башкирии. И если одной рукой душить бизнес, а другой зазывать инвесторов, то на самом деле ведь ничего не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова